Перед профессиональным праздником старший пожарный Павел Гува получает медаль за мужество на пожаре. В конце прошлого года его бригада первой приехала на сильное возгорание в многоэтажке на проспекте строителей. Павел вытащил из горящей квартиры мужчину и эвакуировал детей из сильно задымленного подъезда. Мужчина работает в пожарной охране почти 10 лет. В ответ на вопрос о риске и самоотверженности Павел скромно улыбается и говорит, что для него лучшая награда это спасенные человеческие жизни. Горело высотное здание, квартира, спасли человека и из задымленных этажей выводили людей, очень много людей вывели. Никто не погиб, это счастье конечно, потому что приедь чуть попозже было бы все плачайно. Всегда мечтал о такой службе, действительно что-то делать полезное для людей, помогать, спасать. В прошлом году в 33 регионе произошло больше полутора тысяч пожаров. И это гораздо меньше, чем раньше, говорят в чрезвычайном ведомстве. Владимирские пожарные спасли из огня больше двух сотен людей. Несколько раз наши огнеборцы приходили на помощь коллегам из соседних регионов. Поздравляя пожарных с профессиональным праздником, представители власти не скупились на слова, говоря, что на этой службе не бывает случайных людей. В нашем государстве всегда оценили и уважали самоотверженный труд огнеборцев. История хранит множество примеров их беззаветного служения обществу. Эту профессию выбирают для себя люди особого склада с большим и отважным сердцем. Те, для кого нет чужой беды. Вы спасаете людские жизни, зачастую рискуя своим. Благодаря вашему профессионализму обстановка с пожаром на территории Владимирской области непрерывно улучшается. Сейчас пожарную охрану области обеспечивают почти 2000 сотрудников, среди которых и муниципальные бригады и добровольцы. Не так давно арсенал огнеборцев пополнился новой техникой. Современные автозастерны, подъемники и машины мобильного оповещения населения уже успешно работают на тушении самых сложных пожаров. А 8 новых беспилотников помогают следить за ситуацией в труднодоступных районах региона. Уменьшается время ликвидации пожара, то есть само непосредственное тушение. Прибытие к месту пожара уменьшается. За счет чего? За счет создания не только федеральной составляющей, но и за счет создания иных видов пожарной охраны. 90% пожаров происходит из-за человеческого фактора. Вот нам самое главное достучаться до сердец нашего населения, чтобы они, во-первых, не вредили природе и соблюдали простейшие нормы и требования к поведению в лесу. В преддверии майских праздников пожарные в очередной раз напоминают жителям о правилах поведения на природе. Просят не разжигать костры в неположенных местах, а еще не допускать пала травы. В области уже объявлен пожароопасный период, а потому любители устроить посиделки у костра ждут крупные штрафы. Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал.